Всем привет! У меня для вас есть то, чего нет даже у именитого Вилсаком. И это... One Plus 5T! Мать его, за ногу! Прикольно! Это новое видео на канале Gadgetmania. Давайте уже распакуем, посмотрим, что это за диковина. Мы начинаем. Поехали! Рекламы много не бывает. И у вас есть несколько вариантов покупки этого смартфона. Первое. Вы можете сами полететь в Европу с помощью aviasales.ru Ссылка будет, кстати, в описании. Выбрать дешевые билеты, прилететь в любую европейскую страну, зайти в официальный магазин One Plus и приобрести себе такую диковину. Второе. Вы можете воспользоваться с помощью партнеров Бандерольки или Grabber. Ссылки тоже будут в описании. Приобрести или с помощью туристов, или с помощью склада-посредника. И просто сидеть дома и ждать, когда вам привезут уже в 2018 году за те же 700-800 евро вот такую вот штуковину. И третье. Вы просто можете написать мне, и я с удовольствием вам продам этот смартфон после обзора. Или же такой же новый, абсолютно запечатанный, если вам будет так угодно. Ссылка тоже будет в описании под этим видео. Ну вот, закончились реклама, и давайте уже приступим к распаковке данной коробочки. Что мы имеем? В первую очередь, вы знаете, что в каждый год в декабре месяце выходит новая часть саги про Звездные войны. Собственно, Star Wars. Многие из вас любят этот фильм, многие из вас не очень любят. Я не совсем понимаю эту вселенную, но я знаю, что легендарная трилогия выходила в конце 70-80-х годах. И она, в принципе, была очень даже ок. Очень интересно. Давайте смотреть. Итак, что мы видим на коробке при более близком рассмотрении? Как я уже говорил ранее, это у нас надпись Star Wars The Last Jedi. Логотипчик компании OnePlus. Здесь также есть надпись Only in Cinemas. Здесь год изготовления 2017. На задней стороне у нас присутствие технической информации о том, что это 128 гигабайт, Sandstone White, LTE, безусловно, имей и серийные номера. И также здесь у нас надпись Created Together with Our Fans. То есть произведено совместно с нашими фанатами. На боковых гранях коробочки у нас OnePlus 5T. На другой тоже. Ну и, собственно, давайте открывать и смотреть, что находится внутри коробки. Мне очень интересно. А вам? Итак. После того, как мы открыли коробочку, сразу такой запах чего-то нового. То есть вы открыли хороший качественный картон и сразу пахнет хорошим качественным дорогим картоном. И перед нами OnePlus 5T, лимитированная версия Star Wars. Итак, сам смартфон находится в такой вот ванночке. Пока его в сторонку. Открываем. Здесь больше ничего нет. Здесь еще вот такая вот типа пленочки, которая просто показывает нам, закрывает экран во время транспортировки. На сам экран, как мы уже можем заметить, нанесена пленка. И что, собственно, у нас имеется в комплекте, именно в лимитированной версии комплекта OnePlus 5T на 128 ГБ. Технические характеристики, конечно, вы все знаете. Это 835 Snapdragon. Это улучшенные камеры, которые работают в не очень хорошем освещении. Очень хорошо. Это безрамочный FullView экран 18 на 9. Ну и, собственно, топ-фарш по оперативке и по встроенной памяти. Что у нас еще в комплекте? Начнем, наверное, с очевидного, что сразу бросается в глаза. И это вот такой вот чехольчик. Чехольчик, да, очень прикольный. Это пластик, провизиненный. Везде маркировка о том, что это Star Wars. Сейчас посмотрим, как сам смартфон будет выглядеть в чехле. Пока чехольчик в стороночку смотрим. Далее по комплектации. Конвертик с документацией. Здесь у нас, конечно же, присутствие наклеечек OnePlus и Star Wars. То есть, помимо того, что вы получаете в стандартной комплектации, в этой комплектации вы еще получите наклейку Star Wars. Собственно, это очень хорошо. Далее в комплекте. Это фирменный USB-C USB кабель. Он точно такой же красненький. Он точно такой же, как в стандартном комплекте. Даже колпачок имеется на, собственно, самом USB, на самом разъемчике. Зарядка Dash. Она уже с европейской вилочкой. То есть, подойдет под наши розеточки. С этой зарядкой смартфон заряжается от получаса до часа очень быстро. Это супер-фаст-чардж. Только в версии для смартфонов OnePlus. Ну и, собственно, больше в комплекте ничего нет. Давайте посмотрим более внимательно на сам смартфон и на его внешний вид. Я начал уже разбираться в том, что положено в эту коробку. Отдельно уже снял распаковку. И докопался еще до одного секретного отделчика, который на самом деле скрыт. И его не сразу получается обнаружить. Давайте посмотрим. Вот, собственно, сама коробка. Мы открываем вот эту штуку. Здесь у нас все то, что я вам покажу дальше в видео. Или уже показал. И вот эта штука, она не снимается. И коробка, казалось бы, единая целая. Но тут фокус в том, что вот эта штука снимается. Вот эта штука снимается. И здесь внутри еще дополнительный конвертик. Давайте так. Если это видео наберет, допустим, к примеру, тысячу лайков, ну, в течение двух недель или десяти дней, то я вам скажу, что внутри этой штуки. Но здесь именно фишка, которая посвящена всем фанатам серии Star Wars. Ну, я подсмотрел, потому что информация есть в интернете. Но если вам воочию хочется посмотреть, то, пожалуйста, поставьте лайк. И тем самым я пойму, что вам интересно. Ну и, собственно, еще не сказал кое-какую фичу, которую я обнаружил тоже буквально только что. Во-первых, распознавание по лицу. Я вам буду показывать это уже в видео конкретно про все плюсы и минусы. А сейчас я хотел бы вам сказать о том, что если, к примеру, вам надоест режим, точнее, тема, которая установлена по умолчанию, когда вы первый раз включаете смартфон, то в экране, в режимах тема, вы можете выбрать либо светлую, либо темную. И эта темная тема будет действительно просто темной. И это круто, потому что черный цвет на таком экране, он не будет тратить много энергии. Если хотите, можете применить светлую тему. А по умолчанию, повторюсь, была тема Star Wars. Она вот такая черненькая, с красненьким акцентом. То есть все триггеры, переключатели, они красные. Итак, собственно, смартфон лимитированной версии OnePlus 5T. Версия под фильм «Звездные войны. Последний джедай». И это Sunstone White, то есть сзади у нас крышка белого цвета. При этом очень тактильно, она просто очень клево выглядит. Смотрите, сразу у нас переключатель-триггер беззвучных режимов в красном исполнении. То есть он отличается от такового в обычной версии. Плавиша регулировки громкости в черном. Лоточек под сим-карты в черном. Кнопка включения-выключения тоже в черном цвете. Но белый цвет и логотипчик Star Wars Lucasfilm LTD. Это просто бомбически выглядит. Это вот действительно для фанатов самого смартфона и самой компании OnePlus. И для фанатов фильма. То есть действительно очень лимитировано и очень одухотворенно именно фильмом. По разъемчикам все точно так же, как и на обычной версии. Сразу с завода у нас предустановлена защитная пленка. Это не стекло. Он будет работать точно так же, как обычный OnePlus. Только он выглядит как не обычный OnePlus. Он выглядит как действительно смартфон, который будет узнаваем среди тысяч и десятки тысяч многих. Друзья, ну, собственно, если честно, я в шоке, как здесь действительно все стилизовано под лимитированную версию. Стилизовано все под непосредственно Звездные войны. Безусловно, конечно же, здесь имеется обои Звездных войн. Но, помимо этого, вся система перерисована в черно-красных тонах. Если зайти в настроечки, то это будет выглядеть следующим образом. Я, конечно, понимаю, что сейчас на любом смартфоне Android все это можно сделать с помощью сторонних тем, с помощью сторонних лаунчеров. Но здесь это сделано и интегрировано полностью в систему. То есть значочки, сами настроечки выглядят следующим образом. Обновление системы. То есть только что я включил смартфон, и он, безусловно, сразу же обнаружил новую версию операционной системы. Кстати, по операционной системе это, конечно же, Oxygen. Она полностью соответствует голому Android. Единственное, что в ней видоизменено, это дополнительная кастомизация. То есть еще больше вы можете поднастроить ту самую практически идеальную операционную систему под себя. Ну и, собственно, в самом чехле OnePlus 5T лимитированной версии выглядит следующим образом. Прикольно, что вот именно этот момент, вот где находится мой указательный палец левой руки, он прям напрашивается под сканер отпечатка пальцев. То есть прямо сюда ложится вот именно этот указательный палец. Я думаю, что вам это отчетливо видно. На чехольчике, на боковой грани надпись OnePlus, она выбита, скажем так, в прорезиненном материале. С правой грани у нас регулировка под громкость. Обязательно отверстие под красный триггер переключения именно режимов. Очень классно. Сам чехол, сам смартфон, задняя крышка устройства. Она не пластиковая, она такая бархатисто-шершавая. Как помните, с чего начинала компания OnePlus? Это заменяемые задние крышки и вот этот вот действительно шершавый материал, из которого была изготовлена крышка самого первого OnePlus. Она покорила многих по своему дизайну, по своему состоянию, когда до нее дотрагиваешься. То есть ты пользуешься смартфоном, в принципе, очень часто. И то, как ты держишь смартфон в руке, точнее, что ты держишь в руке, от этого складывается впечатление от использования. И покупая такой смартфон, во-первых, в первую очередь, вы сделаете сами себе подарок. Потому что он будет у вас не такой, как у всех. Я думаю, что таких комплектов не так много произведено. И даже если вы покупаете смартфон не для себя, а в подарок, ну и я сомневаюсь, что вы покупаете смартфон за 800 евро в подарок, а покупаете его себе любимому, ну даже если вы купите его в подарок, то тот человек будет несказанно рад. И в принципе, даже если он не смотрел фильмы «Звездные войны», это заставит его прикоснуться к этому киношедевру. Наверное, они делали это все-таки с какой-то степенью, с большой, точнее, степенью уважения к данному фильму. Примерно таким получилось видео распаковки OnePlus 5T, лимитированная версия, посвященная фильму «Звездные войны. Последний джедай». Мне понравился сам смартфон, мне понравился его внешний вид, мне понравился его комплект, особенно этот чехольчик. Он очень крутой. Я обязательно протестирую данный смартфон и расскажу вам о нем в своем полном обзоре всех плюсов и минусов данной модели и обязательно сделаю акцент на его внешний вид. Чтобы не пропустить, подпишись и поставь колокольчик, это важно. Свое мнение можешь написать в комментариях, и я буду очень сильно ждать, и я отвечу каждому, кто напишет, что он Супермен или еще кто-нибудь из вселенной комиксов, вообще супергерой, что смотрит до такого момента, как конец любого видеоролика, любого видеоблогера. Мне будет очень приятно, и я всем действительно отвечу. Все полезные ссылки, как и где приобрести, в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал в Телеграме, там я публикую скидки, купоны и промо-акции, и все, что с этим связано. Всех вас с наступающим 2018 годом! Я желаю вам счастья, добра, денег побольше, ну и здоровья, естественно. Совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!